В Нижнекамске официально стартовал капитальный ремонт домов. Приступили к замене коммуникаций. Этот вид работ практически не зависит от температуры за окном. Чуть позже займутся кровлей и фасадом. В целом в районе предстоит обновить 105 многоэтажек. Вежливости им не занимать. Себя называют образцовые бригады сантехников. Сухой закон, минимум перекуров, за хорошую зарплату требования высокие. Чтобы менять трубы в подвале, сантехники прошли специальные курсы. Работать приходится с новым материалом, полипропиленом. Опять по одинаковые сделали уже, готовые, получу. Новые трубы, водоснабжение – это далеко не все. В подвале усовершенствована вся система коммуникаций. Теперь аварии не страшны. При аварии перекрывается кран, сливается вода. Всего в Нижнекамске приведут в порядок 81 дом. Не обойдут вниманием и Камские поляны. Здесь автоматируют 14 домов, еще 10 в сельских поселениях, строительные фирмы. А их 21 выбрали с помощью аукциона. Требования были к нам очень жесткие. Так как у нас база очень хорошо снабжена, с инструментами, оборудованием, нам было попроще. Ребята обученные, специалисты своего дела. Технологии, порядок работы знают на все 100%. Ремонт в этом году обойдется в 433 миллиона рублей. Средства выделены из четырех источников. Это федеральные, республиканские, местные бюджеты, а также средства собственников жилья. Илья Ребятулина, Лилия Жданова, Анастасия Милицкая, Артур Вовлекаев. Вести Татарстан, Нижнекамск.